Нападение на журналистов 5-го канала произошло в минувшие выходные в Тимиртау. Причем в роли нападавших оказались полицейские. Жан-Ботаса Гедолда оказалась в больнице после того, как вышла из дома за хлебом и в собственном подъезде встретила дублестных стражей порядка. Людмила Бачкина продолжит. Как поедешь? А я сейчас на сутки. Я буду здесь сидеть. Ты никуда не поедешь. Только попробуй. На этих кадрах момент, когда сотрудники отдела по борьбе с наркобизнесом УВД Тимиртау в штатском отказываются сесть в полицейский УАЗ, на котором приехала опергруппа. Незадолго до этого стражи порядка пили пиво в подъезде и остановили сотрудницу 5-го канала Жан-Ботуса Гедолда. Она вышла в магазин за хлебом. И резко повернули, завернули руку назад. И сходу схватили за шею, начали бить головой об стенку. Вот так. Почти отлетели, уже потеряла сознание. Когда уже пришла в себя, смотрю, уже как бы за шевырытку они меня тащат вверх. И когда я крикнула, один мне закрыл рот. Я же говорила, что там приставила нож вот сюда. У девушки забрали ключи, деньги из карманов и тащили ее на последний этаж. Крики услышал муж Жан-Боты, который остался в квартире. Бота кричала ему, спасай ребенка. Он вызвал полицию и позвонил родственникам. Один из нападавших забрал ключи у девушки и пытался открыть дверь. Они вот сюда ворвались, вот двое здесь стоят, вот. Они шатаются, они пяные вообще. И потом они говорят, мы сотрудники полиции. Я говорю, тогда покажите это удостоверение служебное. Они сказали, нет у нас удостоверение. И тогда я им сказал, вот выйдите. Они сопротивлялись, я взял этот нож и силами этот вывезли из квартиры их. Приехавшие полицейские из опергруппы, по словам журналистов, здоровались нападавшими, как старые знакомые. Один из нападавших сбежал, полицейские из опергруппы отказались его догонять. Через пять минут какой-то гольф-тройка этот пришел. И они сели, потом этот гольф-тройка, который водитель, он вышел и показал нам удостоверение, что он сотрудник УВД города Тимиртау. И он сказал, я начальник их, у нас спецзадание горит. Ну, мы поехали, говорит, извините этот парень, говорит. Их начальство до сих пор звонит, хотят извиниться, договориться, но это нам не надо. Если этот друг, меня не было в квартире, они бы убили мою жену и ребенку. Кто их потом не вернет, а? Каратбег написал заявление в ДВД и требует наказания для полицейских. Дело по подследственности передано в финансовую полицию. Имеется материал по факту причинения телесных повреждений одному из сотрудников полиции данными заявителями. И поэтому инцидент требует тщательного, объективного и всестороннего разбирательства. Медики подтвердили у жертвы нападения ушибы и гематомы на голове. Однако пережитый ужас, по словам Боты, ей не удастся забыть никогда. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Артем Ковалев, 5 канал.